здравствуйте друзья в эфире канал нью рашворд и с вами я юрий демильфа любой из вас знаком с ситуацией когда маленький ребенок требует от мамы конючит мама купи мороженое мама купи мороженое я хочу мороженое и слова на него нити каждый из вас с этим сталкивался каждому из вас познаком так вот сдается мне что сейчас владимир владимирович путин ведет себя точно так же как малый ребенок требует игрушку мороженое или что угодно причем его не заботит о том что этого сделать нельзя что его просьба невыполнима по объективным обстоятельствам его это как маленького ребенка не интересует а дело в следующем проблема в том что недалее как вчера 15 декабря помощник президента россии юрий ушаков он сообщил что помощнику госсекретаря соединенных штатов по делам европы и евразии карен донферт были переданы требования от российского правительства требования официальные это целый список требований по гарантиям безопасности это призыв к нато и соединенным штатам незамедлительно начать переговоры о гарантии безопасности для россии и предоставление юридических гарантий безопасности а именно не вступление украины и других соседних с россией стран в нато не расширение нато на восток и о том что в украине и других странах не будут системы вооружений наступательных вооружений вот понимаете дорогие друзья я не могу никак понять вот путин нормальный вообще или нет чтобы было понятно почему это требование невозможное почему она граничит с требованием малого ребенка купить ему какую-то дорогую игрушку я это пояснил на бытовом примере представьте себе что у вас есть дочь она намерена выйти замуж за какого-то молодого человека скажем из соседнего подъезда и вдруг звонок дверь на пороге стоит сосед и заявляет что он не хочет чтобы ваша дочь выходила замуж вот за того парня у него у самого есть на нее какие-то виды или даже этого не заявляет а просто говорит дай мне письменной гарантии что твоя дочь не выйдет замуж вот за вас у пупкин что вы ему ответить дорогой сосед моя дочь взрослый человек какие гарантии ты от меня хочешь она взрослый человек она сама принимает решение чтобы за кого выходить замуж в чем тут дело какие тебе гарантии нужны и тогда сосед идет к тому молодому человеку и говорит дай мне письменные гарантии что ты не женишься на маньке какие тебе письменные гарантии ты нормальный вообще или нет но это невозможно правило правило а что здесь это не так все в точности так же так вот давайте разбираться надо это организация которая не имеет к российской федерации никакого отношения туда может вступать любая страна которая удовлетворяет стандартам нато вот и все и если страна изъявила желание вступить в эту организацию в североатлантический альянс и если эта страна ну подходит по определенным критериям какие гарантии вот на основании чего ты кто владимир владимир ты третья сторона которая не имеет к нато никакого отношения кстати я стесняюсь напомнить что 20 лет назад путин говорил о возможности вступления россии в нато об этом шел разговор просто потом эти разговоры свернул но речь-то сейчас не об этом а речь идет о том на каком основании нато будет отказывать украину с другой стороны украина если кто-то забыл это независимое государство которое само принимает решение куда ей вступать в какие международные альянсы что украина брала на себя какое-то обязательство о не вступлении в нато и так далее и тому подобное брала его перед россией я что-то такого не припоминать почему на каком основании это требует не от украины вот вот понимаете я могу еще где-то логически понять не оправдать не принять но найти какую-то логику в том что если бы владимир путин требовал бы от украины и от грузии чтобы они не вступали в нато но требовать подобное от сша и от североатлантического альянса пардон у меня отлетает вообще мама извилины морской узел закручивается что это за бред что это сумасшедший посмотрим на ситуацию и с другой стороны они вы ли владимир владимирович сделали все что можно и что нельзя для того чтобы украина захотела вступать в нато это вы сделали себе за все и спасибо ну хорошо давайте обмотаем как говорится пленочку назад в 2013 году летом в украине состоялся опрос общественного мнения это был не референдум это был опрос о интеграции россии в ес и об интеграции на 70 процентов украинцев высказались за евроинтеграцию 30 процентов высказались против а вот что касается североатлантического альянса надо там была ситуация диаметрально противоположная 70 процентов украинцев были против вступления в нато а треть была за но после крым на шаг после аннексии крыма ситуация перевернулась 70 процентов украинцев высказались за вступление в нато правильно а зачем им агрессивный сосед который устраивает раскардаш на восточных границах отжимает территории зачем нам нужно для чего необходима защита в виде североатлантического альянса вот в чем тут дел то есть иными словами сам же владимир путин толкнул украину в нато далее что касается ударных вооружений на территории украины я напомню что страны балтии это литва латвия и эстония они являются членами нато что там размещены какие-то ударные вооружения а зачем будут смысла в этом нет никакого что в польше размещены ударные вооружения нет они там не размещены а почему тогда они должны размещаться в украине или грузии что в турции размещены ударные вооружения нет поэтому в данной ситуации вот вести разговор об этом можно сказать очень просто ты повода не давай ты повода не давай вот собственно говоря и все кому это нужно размещать там ударные вооружения кстати говоря если уж мы заговорили с этих позиций то подлетное время до москвы и стран балтии она меньше чем подлетное время от украины от того же киева или от того же харьков какие ударные вооружения о чем вообще идет разговор на эту тему можно рассуждать долго но давайте попробуем подвести итог вот это параноидальное состояние владимира путина она уже заставляет усомниться в его вменяемость и с этих позиции если мы рассуждать то в данном случае я могу только одно констатировать что вот выставляя себя видит просто неадекватного человека путин сам же нарывается на то что ему скажут никаких тебе гарантий не будет в принципе не будет поэтому потому что это невозможно но вот такое состояние владимира путин она навозит на мысли что сейчас в данный момент стороной руководить человек который живет вот в каком-то совершенно непонятном виртуальном мире и что там в этом мире происходит ну могу лишь предполагать это какая-то метавселенная с аватарами где порошок в виде жидкости принимают то ли назально то ли орально то ли ректально впрочем владимир владимирович здесь виднее я как всегда же напоминаю друзья выводы делать только вам подписывайтесь на канал не расшло до встречи а